МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переходить дорогу. Он вступил на проезжую часть справа по ходу движения транспортного средства. Заметив машину, мужчина ускорился, почти побежал. Чтобы избежать наезда, пешеходу оставалось делать всего полшага. Автомобиль ударил его левой частью бампера. По свидетельству водителя, поднимаясь с асфальта, пострадавший свободно владел ненормативной лексикой и нецензурно ругался. При этом мужчина не вступал в диалог и не отвечал на вопросы, давая понять, что русского языка не понимает. Даже врачам пациент не назвал своей фамилией, упираясь на непреодолимый языковой барьер. Автоинспектором водитель Форда заявил, что пересекал зебру на зеленый сигнал светофора и правило нарушил пешеход. Однако полицейским удалось найти свидетельство того, что в момент ДТП уже загорелся желтый. Поторопились оба. И переходивший дорогу мужчина, и водитель. Это не снимает вины с последнего, так как автолюбитель обязан был остановить машину, завидев человека на переходе. В микрорайоне Красная речка. В глубине частного сектора загорелся автомобиль. Тревогу забил мужчина, живущий в коттедже, напротив которого начался пожар. Местного жителя разбудил лай его цепного пса. Заметив в окне зарева, владелец недвижимости испугался сначала за свое, а потом за соседское имущество. Огромный факел, взметнувшийся за забором, походил на горящее деревянное строение. На ноги поднялась вся округа, но своей сгоревшую машину никто не признал. Пылающий микроавтобус стоял на улице Верхоянской, который не имеет сквозного проезда. Кто припарковал его в этом глухом месте, выяснить не удалось. Никто из местных жителей ранее его даже не видел. А давно тут стоил? Ну не было. Сосед говорит, приехал в один в 12 часов вечера, не было машины. Не знаю, что ли. На чью не похоже? У нас таких нет в таком. Ввиду того, что огонь был замечен слишком поздно, автомобиль пожарным спасти не удалось. Транспортное средство выгорело полностью. В обугленном острове остался лишь каркас от торговой палатки до пара совков от лопат.